Мы часто слышим, да и сами говорим, но вы же понимаете, здесь политика, это политика, он политический, но это же политический процесс, но он же политически осужденный. Что такое политические процессы, когда в уголовном кодексе Российской Федерации нет статей за политику? Адвокат Бориса Немцова, адвокат семьи Бориса Немцова, адвокат Владимира Карамурзы Вадим Прохоров наверняка знает о политических убийствах, политических отравлениях, покушениях на убийства и о политических процессах больше на всех вместе взятых. Добрый вечер, Вадим. Добрый вечер. Вадим, что такое политические процессы? Вообще бывают политические процессы? Ну, вы знаете, у нас вот в адвокатском мире, которому я имею честь принадлежать, есть, надо признать, разные точки зрения вот на то вообще, да, существуют ли политические процессы, политические дела, а соответственно и адвокаты, занимающиеся политическими делами. Потому что наши старшие уважаемые товарищи, ну, в частности, милейший Генри Маркович Резник и некоторые его коллеги зачастую говорят так, что, ну, господа молодые и не очень молодые адвокаты, которые ведут политические процессы. Любой ваш процесс, он является, в принципе, должен быть профессионально проведен, защита должна быть осуществлена или представительством интересов. А является ли это политическим или нет, это уже достаточно вторичнее, не надо на этом зацикливаться. Мне кажется, что это некое определенное лукавство. Да, конечно же, безусловно, есть и политические процессы, и адвокаты, которые часто занимаются, ну, скажем так, делами, имеющими политический компонент. Здесь не надо зарывать голову в песок. Вот был такой замечательный адвокат, ныне, к сожалению, покойный, он погиб в 2005 году, Дмитрий Давидович Штейнберг. В своих мемуарах, достаточно интересных, он написал буквально следующее. Вот я просто не устаю цитировать. Можно быть блестящим юристом-профессионалом с точки зрения судебного процесса, судебной практики, крючкотворства. Можно в совершенстве владеть адвокатской тактикой, но не достигнешь желаемого результата, если не будешь в какой-то мере сопереживать подзащитному. В такого рода делах адвокат должен выступать не только в качестве защитника, но и в не меньшей степени быть общественным деятелем. Ты общественный деятель? Скажем так, я никогда не, практически никогда не рвался в политику как таковую. Я никуда не баллотировался, не пытался избраться ни депутатом, ни кем-либо еще. Но я всегда помогал людям, которые этим занимаются. Борису Ефимовичу Немцову, иным коллегам по тогдашнему СПС, Никите Белых, в настоящее время Илье Яшину, Владимиру Курмурзе, который, насколько я понимаю, тоже собирается баллотироваться в депутатах, в том числе на следующих выборах в Госдуму. По крайней мере, постараться это сделать и так далее. Я оказываю в этом содействие и в какой-то мере, ну, политиком вряд ли являюсь, но общественным деятелем, наверное, да. Во всяком случае, общественной деятельностью занимаюсь. А ведь ты знаешь заказчиков убийства Бориса Немцова? Ну, господин Путин заявил, что ему все понятно с этим. Это, кстати, будет очередным нашим ходатайством, видимо, моим. Мои коллеги, мои два, адвокат Ольга Михайлова, который представляет интересы Жанны Немцовой и ряда иных членов семьи, ходатайство в Следственный комитет. У нас есть понимание, куда ведет эта цепочка. Причем вот цепочку от исполнителей к практически самому верхнему звену выстроилась она у нас достаточно четко. Да, мы полагаем, что мы знаем заказчика. С большой долей вероятности это первое лицо страны. Это всегда нужно, мне кажется, подчеркнуть. Мы с тобой говорили об этом. Как ты вывозил биоматериалы Владимира Карамурзы для анализа? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И что все-таки результаты анализа эти где-то существуют. В ФБР, на ФБР отказалось их публиковать. И Владимир Карамурза подал в суд на ФБР в Америке с тем, чтобы эти результаты стали ему известны. Чем-то это дело кончилось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, действительно. Я вывозил анализы, но я их вывозил и довез до токсикологической лаборатории известного доктора Паскали Кинца в Оберхаусбергене. Это городичка в Альзасе, недалеко от Страсбурга. Но, к счастью, и ФБР, во всяком случае, после второго отравления в 17-м году, тоже поступили определенные анализы, определенные биоматериалы, которые, как я понимаю, собственно, были привезены вместе с живым, к счастью, нашим другом Владимиром Карамурзой, с которым тогда летела Евгения Карамурза, его супруга. И они поступили в ФБР. И, в общем-то, надо признать, что в достаточно скором времени сотрудники ФБР, насколько я понимаю, неформально ему сообщили, что кое-что найдено, и ему это будет сообщено. Но, странным образом, после посещения города-героя Вашингтона, троицы из России, эта троица состояла из господина Бородникова, директора ФСБ, господина, соответственно, Нарышкина, директора ФСБ. И третий – это тогдашний директор ГРУ, ныне покойный, начальный ГРУ. И вот как раз после посещения Вашингтона, я так понимаю, что оно не было связано только с этим вопросом, но практически наверняка, и это уже стало ясно из рассекреченных вот по этому делу Карамурзы материалов, очевидно, вопрос какого-то размена между спецслужбами стоял на повестке дня. Ну, очевидно, кто-то из сотрудников американских спецслужб на чем-то засахрился, либо в России, либо в какой-то стране сателлита. Это вот в Сирии, например, была такая версия. Ну, и возможно, что для спасения кого-то из американцев, а спасение соотечественников для американских властей – это дело святое, был произведен размен на молчание в отношении результатов анализа биоматериалов Карамурзы. Значит, причем надо сказать, что достаточно большой круг сенаторов и конгрессменов включился в помощь Володи Карамурзы, чтобы материалы, результаты анализов были раскрыты. Понятно, что это же его отравление, Володи Карамурзы, это не касается каких-то там третьих лиц, во всяком случае, сами результаты. В конце концов, даже вопрос его здоровья стоит, проводить дальнейшее лечение. В основном он поправил здоровье, но до конца он так и не выздоровел, не вылечился. Такие отравления, они не проходят, к сожалению, бесследно. Вот даже для этого надо понимать, о чем все-таки травили. Но, тем не менее, ФБРщики сказали, извините, мы, значит, погорячились, ничего такого внятного у нас нет, ничего не дадим. Надо сказать, что ответ ФБР был даже по отношению к собственным сенаторам и конгрессменам достаточно хамским. Ну, так, переводя с дипломатического на обыденный язык, не ваше дело, не суйтесь. И, в общем, тот же самый мне также знакомый покойный сенатор Джон Маккейн, он, в общем, достаточно сильно удивлялся. Как же так? Что же такое там засекречено, что нас в резкой форме посылают? И причем далеко, так переводя на обыденный язык. Но, к счастью, в Америке все-таки существует хоть какое-то, но правосудие, независимый суд. И известная американская лойерская фирма согласилась пробленно представлять интересы Володи Кормурзе, потому что, конечно, на коммерческих основах это все очень дорого. И вот продолжавшийся несколько месяцев процесс, насколько я понимаю, пока не закончил, привело к тому, что более двух тысяч страниц по его кейсу были рассекречены. Но, наименее важные, но несколько сотен страниц по-прежнему остаются засекреченными. Как вы понимаете, для, собственно, выяснения того, какое именно отравляющее вещество, как его устанавливали, чем это является, достаточно одной-двух засекреченных страниц. Но нескольких уж точно. Здесь же несколько сотен страниц не раскрыты до сих пор даже по требованию суда, под предлогом того, что они составляют государственную тайну, и их разглашение может представлять опасность для защиты национальных интересов Америки. Мы, собственно, вообще просим, вы откроете, хотя не надо источники, не надо открывать, как вы это установили, но вы раскройте хотя бы, собственно говоря, само вещество, которое было. Возможно, ФБР все-таки при новой администрации, более вменяемой и здоровой, как мне представляется, при администрации Байдена, все-таки пойдет навстречу, и в этом деле будут серьезные подвижки. Это получается, что все спецслужбы мира заодно? Ну, скажем так, при всей нелюбви моей с детства к организации с трех букв, КГБ, ФСБ, как она там, ВЧК, она это... Но следует признать, что сотрудники спецслужб, в том числе российской и нынешней, и американской, всегда при необходимости или в каких-то экстренных случаях могут найти общий язык. Потому что они тоже из трех букв. ФБР, ЦРУ. Да, есть вопросы. С моей точки зрения, германские власти в отношении Навального повели себя гораздо более достойно, чем американские власти периода Трампа. Прости господи. Но, тем не менее, будем как-то исправлять. Отравление Навального и все, что за этим последовало, все, что с этим связано, каким-то образом повлияло на это дело внутри страны или за рубежом? Как на расследование дела об отравлении, двухкратном отравлении Владимира Карамурзы, так и дело об убийстве Бориса Немцова? Ну, сразу скажу, что дело об убийстве Бориса Немцова имеет, конечно, весьма косвенное отношение к попытке, ну, вернее, к отравлению Навального, к попытке его убийства, но просто и из поведения первого лица. А я, кстати, выступаю с инициативой, если у нас есть берлинский пациент, то давайте договоримся, что у нас есть Кремлевский обнуленыш. Ну, зачем называть лишний раз псу и по имени, значит. Будем так обозначать, значит, наши алаверды. Так вот, и само по себе отношение и комментарии кремлевского обнуленыша ясно говорят, что, собственно говоря, да, в России, безусловно, существуют политические убийства. Тут не надо совершенно, опять же, прятать голову в песок. Это совершенно очевидно. И, ну, только еще одно подтверждение, что лидеров оппозиции на момент 15-го года, это, безусловно, был Борис Немцов, сейчас это, безусловно, Алексей Навальный. Да, убийства и попытки убийства лидеров оппозиции в России существуют, имеют место, причем нити тянутся непосредственно к первым лицам страны. Это совершенно очевидно. Значит, что касается отравления Карамурзы и попытки его убийства, а именно так мы это расцениваем, то, да, здесь прямая связь с Навальным. Я не знаю, было ли это то же самое средство новичок или какой-то, скажем, там, бинарный, органический яд. В принципе, существовавшая в недрах еще кого-то, ОГПУ и впоследствии КГБ, лаборатория ядов, она как была, вот это так и есть. И, собственно говоря, думаю, что вещества могут быть либо идентичные, либо разные. Это не столь принципиально, это надо устанавливать. Но то, что это вот ровно об этом же, тогдашняя попытка, двойная попытка отравления Карамурзы в 15-м, в мае 15-го и в феврале 17-го года и вот нынешние покушения на Навального это звенья одной цепи. Вы задали вопрос по поводу расследования. Ну, расследование убийства Бориса Немцова, скажем так, крайне тормозится. Нам, адвокатам Жанны Немцовой, неизвестно вообще никаких активных шагах, просто все буксует. Что касается Владимира Карамурзы, то здесь дело практически аналогично обстоит ситуацией с Навальным. Вообще уголовное дело не возбуждено. Более того, нам до сих пор даже внятно не ответили. А что, собственно, происходит по делу о двойном отравлении Карамурзы? Потому что нами еще в декабре 15-го года было подано развернутое, мотивированное заявление о преступлении по первому отравлению. Мы потом подали непосредственно уже с Владимиром Карамурзой по второму отравлению непосредственно в приемную следственного комитета. И все время получали какие-то промежуточные ответы. Значит, решение вопроса передано сверху вниз, из федерального уровня на московский. Потом дошло до отдела СКР по району Хамовники. Ну и, собственно говоря, допросили несколько человек. Допросили пару свидетелей, которые присутствовали, при том, когда Владимиру стало плохо. Допросили самого Володька Карамурзу. Ну, правда, был маленький всплеск интереса. После отравления Скрипалей, если мне память не изменяет, это май, ну, всплеск был, отравили, по-моему, в апреле или в марте 18-го года. И примерно тогда же вышел на меня следователь, который проводил проверку, и был произведен допрос онлайн. Насколько мне известно, это впервые допрос был по скайпу. Владимира Карамурзы, его супруги Евгений Карамурзы. Я находился в России, как его адвокат в Москве, в кабинете следователя. А сам Владимир и Евгений находились в Вашингтоне, то есть по своему преимуществу месту жительства. Допросили и никаких подвижек. Вопрос как к юристу, как к адвокату и как к давнему другу Ольге Михайловой, адвокату Алексея Навального. Вот как юрист, как адвокат, как ты относишься к намерению Алексея Навального вернуться в Россию в ближайшее время? Вообще это возможно? Я отвечу так. Конечно же он должен принимать это решение сам. Разумеется. И какое бы он не принял решение, я безусловно сочту, что оно верное. Потому что я уже наблюдал ситуацию с Борисом Ефимовичем. Собственно, и ты частично ее наблюдал. Причем именно в стране его тогдашнего пребывания в Израиле, а ты там с ним общалась именно в этот период. Когда он находился в Израиле несколько месяцев, в 2014 году. Но по другой причине он все-таки опасался арестов, которые как раз тогда разворачивались в связи с болотным делом. Это был 2014 год. Брали там целый ряд лица и был взят в стражу. Но Навального должно быть арестовать. Сколько у него сейчас обвинений? Сколько у него сейчас уголовных дел? Да. Вот. И Борис Ефимович тогда думал, ну, как он говорил в моем его возрасте, сидеть в тюрьме уже несколько тяжеловато, скажем так, мягко. Но, тем не менее, он много об этом думал. Он переговорил с Владимиром Константиновичем Буковским, нашим другом, и тоже, кстати, моим клиентом, ныне покойным, к сожалению, который как раз приехал подлечиться в Израиль. И Владимир Константинович сказал, Борис, ну, ты российский политик. И, в принципе, наверное, все-таки твое место в Москве, во всяком случае, я бы сказал, он в твоем возрасте и в твоем положении, наверное, вернулся. И чуть ли не в тот же день Борис Ефимович взял билет в Россию, в Москву, и очень быстро вернулся. Да, сейчас, конечно, можно говорить, наверное, он лучше бы остался и был бы жив, и во многом это верно, но он поступил так, как велел ему долг, как он себя воспринимал. Для него действительно политика, для него борьба за освобождение России, за нормальную, лучшую жизнь, за избавление вот от того кошмара, который сейчас происходит у нас в действующей власти, это стало буквально делом жизни и смерти, и, собственно, он за это заплатил. Я вам могу сказать, в чем проблема. Почему, в чем главная проблема? Главная проблема в том, что все у них на вранье, все на манипуляции, все на цинизме. Все на тотальном обмане построено. Такого не было никогда в истории современной России. Вот в 30-е годы все были, немецкий народ был очарован Гитлером, да, а сейчас Гитлера все ненавидят. Но вот ровно то же самое будет с Путиным. Просто ровно то же самое, один в один. Вот я понимаю, что сейчас, может быть, говорить об этом кому-то это покажется очень неприятным и так далее. Вот через некоторое время, когда Путина не станет, а у нас останется стенограмма сегодняшней встречи, вот мне будет очень интересно, чтобы все присутствующие заново ее послушали. Вадим, вот ты так смело говоришь о заказчике в виде Кремлевского обнуленыша, А ты сейчас где физически находишься? Ты будешь смеяться, я нахожусь в Москве, в моей фамильной семейной квартире в Лефортово. Она находится в двух шагах от следственного изолятора Лефортово, буквально вот в том же самом переулке. То есть ты живешь напротив тюрьмы пока? Да, я понимаю твою мысль на сегодняшний день. Вот на данный момент мы с тобой общаемся, я живу напротив тюрьмы. А вот тебя сейчас не стучат в дверь, что вот ну вот хватит уже позорить имя Кремлевского обнуленыша? Во дворе, еще ближе, чем тюрьма, буквально вот через стоянку, где у меня запаркована машина, находится штаб-квартира еще одного известного деятеля Виктора Васильевича Золотова, вот в двухстах метрах от того места, где я сейчас нахожусь, которого я также считаю одним из основных организаторов убийства Бориса Нинцева. Ты предохраняешься? Я предохраняюсь. Дело в том, что мне кажется, что занимаясь политикой в России или помогая политикам оппозиционным, как я, здесь надо для себя прийти к какому-то выводу. Или надо не бояться идти до конца, ну или лучше, наверное, этим не заниматься. Знаете, все-таки достаточно высокая планка, ну примерно как там в Латинской Америке 50-60-х годов. Вот или не нужно этим заниматься вообще, и может быть это и лучше для кого-то, или как-то нужно спокойнее к этому относиться. Вадим Прохоров, я думаю, самый известный политический адвокат в России и очень хороший человек, и общественный деятель. Будь здоров, Вадим, пожалуйста, будь здоров и счастлив и благополучен. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова